Всем привет! Новое видео на канале Gadgetmania. Изоляция, поэтому снимаем на балконе вот с таким прекрасным видом. Будет небольшой посторонний шум, но ничего страшного. Давайте начинать. Поехали! Итак, ко мне пришла камера E-DOM-X. Собственно, камера для дома, для того, чтобы вы могли следить за безопасностью своих детей, домашних животных в период вашего отсутствия. Камера поставляется вот в такой вот коробочке. Давайте посмотрим, вскроем, подключим к приложению, произведем первое включение. И вообще, стоит или нет присматриваться к такого роду гаджетам. В общем-то, 1080p, крутится 360, есть ночное видение, может использоваться как исходящий сигнал, то есть в него можно, звуковой сигнал в нее можно говорить, также и входящий, то есть на нее можно говорить. Есть вот такие технические характеристики. Поставочка у нас официальная, Евротест, то есть будет официальная гарантия. Дальше. Есть у нас Motion Tracking, то есть это непосредственно реакция камеры на движение. Также есть реакция камеры на плач ребенка. И облачное хранилище. Все это нужно для того, чтобы вы полноценно действительно могли начинать строить как минимум свой умный дом, как минимум начиная с безопасности. Так вот, это одно из первых, наверное, приобретений, которые стоит сделать. В 2020 году умный дом, наверное, будет, скажем так, в трендах во второй половине года, потому что все мы знаем, последствия чего будут скоро очень-очень сильно ощущаться. Итак, давайте вскрывать. Это было маленькое вступление. В общем-то, все это дело новое. В коробочке сейчас посылочка, отправка идет с Москвы. Посылочка приезжает очень быстро, то есть буквально 2, 3, 5, 7 максимум дней. И, собственно, товар уже у вас. Не надо ожидать долгих несколько недель, если при отправке, как, допустим, с Китая. Итак, вот такая коробка. Давайте прямо сейчас ее откроем. Собственно, я не ожидаю здесь увидеть какого-то суперского комплекта, но минимальный комплект все-таки есть. Итак, достаем сначала сама камера. Дальше есть какой-то гайд. Дальше такой поролончик. Отлично. Что еще у нас? И вот такая вот коробочка в виде, я думаю, что там зарядка и, наверное, провод. Итак, что у нас по бумажкам? Есть замечательная этикеточка в виде облачного хранилища и клауд. Сейчас подключим к приложению и, соответственно, посмотрим, как это все вообще работает. Также у нас есть вот такая вот этикеточка. Спасибо для... Это, кстати, наклеечка. Можно на ноутбук или еще куда-то, на холодильник, например. И небольшая книжка. Стартгид. На английском точно, наверное... Нет, русского нет. На английском и других языках. Итак, что у нас в комплекте в этой коробочке? Есть у нас обязательно два... Еще какой-то переходник, да. Переходник... Не переходник, а крепежные винтики. В общем, здесь находятся два крепежных винта и дюбеля, если вы будете непосредственно устанавливать в стену. То есть, ну, сверлиться в стену. Также у нас есть крепеж для того, чтобы смонтировать это все как раз-таки вместе с этими винтами. Очень хорошо. В комплекте есть, то есть, вам не надо будет идти в магазин строительный, вообще никуда выходить, получить посылку и все. Дальше есть фирменное зарядное устройство. Зарядка. Ну, соответственно, 1 А, 5 Вт. Прикольно. Она небольшая. Соответственно, можно каким-то образом протянуть это все на углеватель или еще куда-то. Дальше также у нас в комплекте есть вот такой вот замечательный проводочек. Причем, заметьте, все это дело фирменное с логотипчиками. Micro USB до сих пор, да, еще не Type-C и USB Type-A. В общем-то, провод в комплекте есть. Итак, собственно, сама камера. Вот так вот она выглядит прямо из коробки. Здесь есть у нас QR-код. Давайте даже я сейчас... Опа! Давайте я вам сейчас продемонстрирую, как это должно все крепиться. Вот крепеж сюда и вместе с этой подставочкой у нас это все дело крепится, допустим, вот так вот к потолку. Или вот так вот к стене. Потому что она поворотная и, соответственно, может крепиться в любом удобном для вас месте. Собственно, 2-мегапиксельный сенсор. Широкоугольный, 123 градуса, если я не ошибаюсь. Полные характеристики. Если вас не затруднит, для ознакомления, пожалуйста, и для поддержки канала, просто пройдите по ссылке в описании, изучите. И уже потом, может быть, примите решение, стоит ее покупать или нет. Давайте производить первое включение. Сейчас я подключу непосредственно питание. Приложение уже скачено и уже будем смотреть. В общем и целом, друзья, перед тем, как начну рассказывать про саму камеру, приложение, как она снимает, какие фишки есть, хотелось бы сказать, что никогда не пользуйтесь услугами компании Ростелеком. Связь дерьмо, интернет дерьмо, роутеры ничтожные. После того, как я подключил камеру к роутеру от компании Ростелеком, она отказывалась работать на балконе. Я переподключил к другому оператору, подключил к роутеру в своем уме и, соответственно, камера завелась и все работает хорошо. Итак, это было лирическое отступление. Давайте я вам расскажу, как она работает. Для того, чтобы полноценно использовать данную камеру, надо скачать приложение eHome. Мы его скачиваем, заходим в интерфейс и сразу понимаем, что у нас есть настроечки, в которые мы проходим. Здесь можно внести имя камеры, то есть, допустим, это прихожая, или это гостиная, или это внутренний двор, или это склад, если вы, допустим, установили где-то на работе. Также мы можем настроить камеру, поворот изображения, если вы перевернули, то есть, она у вас прикреплена к какому-то потолку, и, соответственно, можно перевернуть изображение на 180. Дальше, включить или выключить, ИК-излучатель для того, чтобы работала ночная съемка, включить или выключить датчик движения, и очень прикольная функция, автокруиз. Это очень офигенно. То есть, по сути, это ваш домашний сторож. Сторож. Вы можете настроить расписание, несколько раз в день, или один раз в день, или вечером, как вам будет угодно. И камера будет делать осмотр повещения по всему радиусу действия, которое она может делать. То есть, вы настраиваете, допустим, с 8 до 9 утра, она будет инспектировать по всему углу обзора. Это практически как бы 360 градусов. Автокруиз. Очень полезная функция. Я не видел это, по-моему, нигде. Здесь оно встроено в приложение, и это очень хорошо. Режим звонка. Так как вы понимаете, что камерой можно использовать ее в качестве домашней связи с теми людьми, где установлена камера, и они на самом деле там находятся в данный момент на нано-матреске времени, вы можете им отправить голосовое сообщение. То есть, два выбора. Либо селектор, это как рация, либо громкая связь с торожью. То есть, параллельно вы разговариваете, ну, как будто бы по телефону. На самом деле, если есть ребенок, или старик, или человек преклонного возраста, ему никуда не надо звонить. Вы всегда будете слышать, что находится вокруг него, какие шумы. Может быть, это призыв о помощи, может быть, это плач ребенка. В любом случае, это очень полезная функция. Я выбрал селектор. Собственно, можете выбрать громкую связь. Так как у нас телефон и камера находятся, я покажу дальше, как это работает. Так как они находятся совсем рядом друг с другом, естественно, будут помехи, как это когда, допустим, вы, скажем так, звоните, к примеру, при включенном каком-нибудь скайпе, и у вас помеха непосредственно в программном обеспечении скайпа. Суть не в этом. Дальше. Версия ПО, она на данный момент актуальная. На это не стоит обращать внимание. Планирование. Вы можете включить-выключить пароль, то есть для того, чтобы это все было без проблем безопасно, то есть чтобы никто не мог посмотреть у вас, что происходит подключиться к камере. И также очень полезная функция, это подключение, допустим, всех членов семьи. Достаточно нажать кнопку поделиться. Я уже, допустим, супруге это отправил, она это приложение скачала, и без проблем может, соответственно, смотреть, также управлять камерой, которая будет установлена у нас дома. Происходит либо поделиться QR-кодом, выходит QR-код, там скачивает человек приложение и сканирует QR-код. Либо настройкой, учетной непосредственно записью и технологи. Дальше. В самих настройках можно включить движение, включить-выключить движение, настроить его именно на человека, то есть она понимает, что это человек. Включить-выключить. Звуковые предупреждения и частота оповещения. Средняя, низкая и высокая. И также график оповещения, допустим, 2-4 на 7, или, допустим, не беспокоить вас ночью, или, наоборот, ночью беспокоить, не беспокоить днем. В общем и целом, в принципе, здесь программисты постарались это все хорошо. Само приложение «Доступ к камере» можно защитить пин-кодом еще раз, посмотреть качество связи и фото и видео. Дальше. Камера у меня сейчас смотрит во внутренний двор, то есть непосредственно вид с балкона. В самом интерфейсе все очень удобно. Можно, допустим, записать, все это пишется, и остановить. Видео сохранено. Можно сделать фотографию, можно отправить непосредственно голосовое сообщение, то есть вы находитесь... Видите, сейчас помехи есть небольшие. Обратно, если я себе... Просто выключаем, да? И включить-выключить звук непосредственно на том устройстве, с которым вы проходите управление, производите управление этой камерой. Также прикольная фишка. Во-первых, джойстик управления камерой. Вы в любой момент можете подвинуть угол обзора, и камера практически сразу, моментально вас слушается. Но также стоит датчик движения, и если, к примеру, она обнаруживает какое-то движение, она на него будет реагировать, а точнее управление камерой. И мы можем смотреть. То есть если у нас есть какой-то объект, он начинает двигаться, камера непосредственно двигается вместе, без каких-либо проблем. Она практически бесшумная, то есть никакого шума она... Ну, невозможно это услышать, то есть небольшой такой щебет, скажем так, мотора, который управляет механизмом движения, больше ничего. Дальше, во вкладочке у нас есть закладки, у нас есть оповещение, то есть когда сработало движение, либо плач ребенка, либо движение на человек. Есть облачное хранилище. И прикольная функция, допустим, вы, к примеру, взяли и хотите настроить таймлапс, вы живете на высоком этаже и хотите снять ночной город или дневной город. Продолжительность записи, длина видео, вставляете карту памяти, либо покупаете план хранилища, которое непосредственно можно все это дело аккумулировать в облаке и делаете красивые там лапсы. Удобно? Удобно. Дальше. Очень прикольная фишка в виде сворачивания вот в такое мини-окошко. То есть все это работает. Хотите, пожалуйста, развернули. Хотите, повернули. Вот так. И все это дело делаете. Без каких-либо проблем. Можно сделать фотографию. Фотография сохранена. Можно отправить голосовое сообщение. Все это дело работает. В принципе, наверное, на этом все. Камера для каждодневного использования либо в вашем доме, либо в вашей квартире, либо на вашем объекте, в офисе. Если вы хотите действительно получить качественную, хорошую картинку, видеонаблюдение, я эту камеру могу советовать. Потому что я буду использовать эту камеру. В общем и целом, большое спасибо за просмотр. По поводу приобретения. С 4 по 8 июня будет проходить фестиваль скидок на Алиэкспрессе. Будут ссылочки. Скидки до 80%. Проходим просто для поддержки канала. Ознакомливаемся с ассортиментом. Если что-то присмотрите, купите с большой скидкой, то есть до 80%. Ссылочка будет на магазин. Ссылочка будет непосредственно на саму камеру. Официальная гарантия будет. Доставка по России. Соответственно, не надо ждать из Китая. Удобно. Да, удобно. Пожалуйста, приобретайте, если вам это будет необходимо. В общем и целом, спасибо за просмотр. Ставь лайк или дизлайк. Пиши свое мнение. Вообще нужно на нашем современном мире видеонаблюдение дома или на работе? Или это просто, ну скажем так, игрушка, никому она не нужна? Мне кажется, что нужно. Для безопасности нужно, потому что у меня были примеры, когда спасала человеческую жизнь. Именно камера видеонаблюдения. Большое спасибо за просмотр еще раз. Ставь лайк, дизлайк. Пиши к Дональд Дак. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok